Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в ютубе. К другим новостям. В библиотеке имени Маяковского прошла встреча представителей и авторов издательства детской литературы со школьниками Сарова. Гости рассказали юным саровчанам о книжных новинках, побеседовали о тонкостях книг издательства и открыли секреты написания литературных шедевров. Подробности далее. Геннадий Киселев закончил театральный институт, много лет выступал на сцене. Актерское прошлое дает о себе знать. На презентации своих книг в Сарове Геннадий Анатольевич не только рассказывал о том, как писал их. Он разыгрывал целые театральные представления, вовлекал детей в инсценировки. На каждой встрече с читателями в Москве, Петербурге, Сарове писатель выкладывается полностью. Он отмечает, что если не отдавать себя целиком без остатка, то и делать в профессии нечего. А еще, чтобы писать для детей, нужно и самому в душе быть ребенком. Я не вышел из детского возраста и никогда не выйду. Мне 72 года. Я по-прежнему ощущаю себя первоклассником, второклассником. Но, в принципе, когда я пишу книжку, если это пятый класс, я себя ощущаю пятиклассником. Третий. Вот для первого класса самое сложное. Уже первоклассником, хотя в шоу «Шастых фундеркиндов» мне это удалось. Сегодня от многих родителей можно услышать вопрос. Мой ребенок не читает, что делать. Геннадий Анатольевич считает, что проблема здесь не в детях, которые не хотят брать в руки книгу, а во взрослых. У меня есть рассказ, он называется «Если бы я был компьютером», где ребенок написал сочинение, в котором писал, а я никому не нужен. Главный член семьи – компьютер. Я прихожу, папа спрашивает, как дела, и уходит за компьютер. Мама спрашивает, кушать будешь, ходит за компьютер. Бабушка спрашивает, ну что там, сынок. Тебе и бабушка уходит за компьютер. Книга должна стать постоянным спутником всех членов семьи. А читать ребенку нужно до тех пор, пока он просит это делать, уверен писатель. С ним согласны и представители государственного издательства детской литературы. Мы знаем, что так часто бывает, что когда они встречаются с авторами, они воодушевлены, они хотят читать. Надо, чтобы после того, как эти встречи закончатся, чтобы им все равно продолжали, они продолжали хотеть читать, и им это нравилось. И мне кажется, надо обращать внимание взрослых на эту тему, чтобы они не бросали читать детям сказки на ночь в три, в четыре, в пять лет. Но читать книжки, на наш взгляд, надо с детьми вместе до 15-17 лет, как это делают во многих развитых странах. Помимо встреч с авторами, издатели привезли в наш город коллекцию новых детских книг, которые передали в дар библиотеке имени Маяковского. В скором времени все горожане смогут с ними познакомиться. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.